Разрешите представиться. Я 1324 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30. Это по отцовской линии. По материнской так. 165 19 T 165 19 C 263 G 309.1 C 315.1 C 477 C. Это то, что я на самом деле имею. Это мой настоящий паспорт. Моя идентификация. Мой гаплотип. Все остальное в жизни я мог выбрать по своему желанию или по обстоятельствам. Но не наследственный код, записанный в моем ДНК. Эти два ряда цифр уходят в тьму веков и тысячелетий. Первый набор цифр я получил от своего отца. Он от своего отца. Тот от своего, моего прадеда. И так далее, на глубину примерно 160 тысяч лет. Туда, к моему предку 160 тысяч лет назад, сходятся все прямые генеалогические нити почти от всех живущих сегодня мужчин. Он, прямой праотец всех мужчин на сегодняшней земле, кроме нескольких африканских линий, которые отстоят далеко ото всех. Его условно называют общим предком. Конечно, он не был первым человеком, первым мужчиной на земле. Просто остальные, в том числе старше его на тысячелетия, на десятки и сотни тысяч лет не выжили, не оставили мужского потомства. Или потомство оборвалось на протяжении этих тысячелетий. Первая цепочка цифр передается только мужчинам. Эти цифры передают в привычной для нас арифметической системе определенные последовательности нуклеотидов в нашей мужской хромосоме Y, которой нет у женщин. Эти последовательности очень консервативны и не мутируют многие поколения. У женщин своя система. Второй ряд цифр передает расположение нуклеотидов в короткой цепочке определенной ДНК, называемой митохондриальной ДНК. В хромосомах их нет. Главное, что эти последовательности передаются тоже с поразительной точностью от матери к дочери. Дочь получила их от своей матери, та от своей. И так далее, на глубину примерно 160 тысяч лет. Туда, к митохондриальной Еве, сходятся все прямые генеалогические нити ото всех живущих сегодня людей. На этом основана новая наука – ДНК-генеалогия, с помощью которой можно проследить историю всех человеческих родов, уходящих вглубь тысячелетий. Ведущий специалист по ДНК-генеалогии профессор Анатолий Алексеевич Клёсов. Именно его гаплотип, генеалогический паспорт был показан в самом начале. У каждого из вас он свой, но все мы родственники. Кто-то ближе, кто-то дальше. Анатолий Алексеевич Клёсов развивает не только науку будущего, ДНК-генеалогию, но уже много лет работает на переднем краю наук, который более на слуху. Физической химии, биохимии, биомедицины, создание новых лекарственных препаратов, создание новых композиционных материалов. Еще в 1980-х он стал лауреатом Государственной премии СССР по науке и технике за цикл работ по изучению скоростей действия ферментов, природных биокатализаторов. Новая наука ДНК-генеалогия и есть продолжение его лауреатских исследований, только на более высоком уровне. Не ферментов, а ДНК. Гаплотип — это не национальность, и в определении национальности ДНК-генеалогия не поможет. Национальность или гражданство — это относительно недавние понятия, а гаплогруппам — десятки тысяч лет. Тогда, конечно, национальности не было, поэтому гаплогруппы в итоге разошлись по национальностям и религиям самым причудливым образом, в общем случае непредсказуемым. Гаплотип Y-хромосомы — это персональная визитная карточка каждого мужчины. Эта визитная карточка копируется десятками и сотнями тысяч лет по цепочке наших прямых предков по мужской линии. Род человека обозначается специальным индексом в зависимости от той или иной гаплогруппы. Всего у современного человечества, у его мужской части, 20 основных гаплогрупп. Их обозначают по буквам латинского алфавита от А до Т. В самое последнее время добавились еще два рода — А0 и А00, те самые, африканские, самые удаленные от нас, как и от других африканцев. Среди них — пигмей. Тестирование ДНК имеет огромный смысл как в личных целях, чтобы найти своих родственников, так и в целях большой науки. Каждый новый гаплотип в базе данных, вкупе с соответствующей гаплогруппой, дает бесценные экспериментальные данные для ДНК генеологов, историков, антропологов, лингвистов, этнографов. В целом же, определение своего гаплотипа — захватывающее событие, обычно резко поднимающее интерес к своей родословной, к истории предков, к истории своей страны, к истории мира. ДНК-генеалогия открывает удивительные перспективы перед человечеством и перед каждым из вас. Дорогие друзья, наверное, каждый из нас хочет в жизни сделать доброе дело — помочь детям-сиротам, оказать помощь безнадежно больным, поддержать организацию творческого фестиваля для талантливых детей. iMoneyBank дает вам возможность помочь людям. Для этого вам необходимо зайти на сайт Доброе дело. Войдя на сайт, вам необходимо выбрать одно или несколько Добрых дел. Нажать на клавишу «Поддержать проект». Для осуществления перевода вам необходимо пройти авторизацию. Если у вас есть учетная запись в интернет-банке iClick, воспользуйтесь ей. После прохождения авторизации вам необходимо выбрать Доброе дело, на которое будут перечислены ваши денежные средства. Нажать на клавишу «Поддержать проект», ввести сумму перевода. Нажать на клавишу «Перевести», «Осуществить перевод». СМС-сообщением вы получаете код, необходимый ввести в программу. Далее нажать на клавишу «Перевести». Ваш перевод выполнен. Вы только что помогли человеку. Ваш сегодняшний день прошел не зря. Также вы сможете выбрать проект, на который будет осуществляться автоматический платеж. Нажать на клавишу «Автоматический платеж». В этом случае на данный проект будут перечисляться 0,5% от предоставленной скидки на автозаправочной станции. Для увеличения или отключения суммы перечислений, вам нужно войти в интернет-банк iClick. Ввести свой логин и пароль. Выбрать карту «Автокопилка». Во вкладке «Настройки» вы можете отключить или увеличить процент перечисления. При увеличении процента перечисления СМС-сообщением на номер вашего мобильного телефона вы получите код. Вы получите СМС-код. Процент вашего перечисления успешно увеличен.